В этом видео мы разберем принципы создания экшенов в Photoshop, поймем зачем они нужны и разберем пару примеров на практике. Экшены, они же операции, очень сильно помогают ускорить процесс обработки фотографии. И грамотно составленные операции значительно облегчат вам жизнь. По сути это пресет с действиями, которые вам нужно выполнить один раз и записать. После чего нажатием одной кнопки Photoshop будет мгновенно сам выполнять все эти действия ровно в той же последовательности и с теми же настройками как у вас. Найти операции вы можете в разделе окно, опустившись ниже, или же нажать на Alt плюс F9. Также операции находятся в правом верхнем углу общей рабочей зоны в виде значка Play. Для начала мы скроем базовые операции по умолчанию и добавим новую папку, назовем ее обработка. В этой папке мы будем хранить все наши записанные экшены. С помощью кнопки в нижнем правом углу мы добавляем новую операцию. Назовем ее Тон Насыщенность. Все значения в данном окне оставляем по умолчанию, нажимаем Запись. Как мы видим, появился значок записи. Далее создаем два новых слоя Цветовой Тон Насыщенность. Первый переводим в режим наложения Затемнение основы. Заливку уменьшаем до 0%. Во втором режим наложения переводим на осветление основы. Заливку также уменьшаем до 0%. Переходим на первый и меняем значение заливки от 0 до 10. Ползунок Насыщенность переводим в значение от 60 до 80. Переходим на нижний слой и заливку меняем также от 0 до 10. Насыщенность тоже переводим от 60 до 80. Данные значения заливки индивидуальны для каждой фотографии. И вы будете подбирать их самостоятельно каждый раз. Но не советую ставить больше 10%. Выделяем два слоя, нажимаем Ctrl-J, создаем группу. Называем эту группу. Таким образом у нас появляется готовый пресет. Проверяем запись. Нажимаем на кнопку Стоп в левом нижнем углу. Видим, что у нас появился пресет со всеми действиями, которые мы выполняли ранее. Скрываем эти действия, давайте создадим еще один пресет. Нажимаем на новую операцию и создадим пресет для коррекции света и тени. Назовем его Dodge. В данном окне тоже ничего не меняем. Нажимаем запись. Видим, что значок записи появился. Скрываем панель, создаем два слоя с кривыми. На первом смещаем центральную точку немного выше и инвертируем слой. Меняем название слоя на свет. Также меняем ему отображение на желтое. Переходим на нижний слой и центральную точку смещаем немного ниже. Тоже инвертируем. И тоже меняем название слоя на тень. Объединяем два слоя. Через Ctrl-J создаем группу. Называем группу. Проверяем состояние экшена. Видим, что запись идет. Останавливаем запись. Теперь мы имеем два пресета, которые мы можем применять в любой момент обработки и к любой фотографии. Проверяем, как работают созданные нами экшены на деле. Удаляю все, кроме основного слоя с фотографией. В меню операции нажимаю на любой из наших экшенов и нажимаю на кнопку Play. Мы видим, что мы создали наш пресет. То же самое проделываем со следующим пресетом. Теперь, переходя в созданные нами пресеты, например, в тон насыщенность, мы видим, что настройки насыщенности и наложения остались абсолютно такими, как мы и настраивали. Осталось только добавить свои значения заливки. Это единственный параметр, который не остался с нашего пресета, но нам это не важно, так как этот параметр будет разным в каждой фотографии. Дальше проверяем, как работает наш пресет Dodge & Burn. Как мы видим, с помощью этих пресетов и нажатия на одну клавишу мы можем сэкономить примерно 4 минуты. На этом все. Больше видео и советы по обработке будут выходить на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok